история древней руси пестрит именами князей ну а как же женщины неужели кроме княгини ольги остальные только и сидели в теремах правда ли что это по инициативе женщины киев стал столицей древней руси могли ли женщины тогда заниматься законодательством и другими государственными делами на самом деле как дочь рогнеды приняла участие в борьбе за трон и кто на руси открыл первую в европе школу для девочек какую русскую княжну можно назвать основательницы движения мету правда ли что дочери ярослава мудрого были образованные своих супругов европейских монархов и в центре какого самого громкого европейского скандала оказалась русская княжна правда ли что это женщину можно смело назвать первым ученым на руси и кто написал первый научный трактат по медицине в двенадцатом веке намного опередивший свое время ненадолго прервемся по вашим многочисленным просьбам на канале теперь будет более качественный звук мы купили более совершенный микрофон чтобы вам было приятнее смотреть наши новые видео об истории сейчас доход у всей страны резко упал и блогеры не исключение экономисты считают что все это продлится около двух месяцев так что я со спокойной душой купила микрофон по карте альфа банка 100 дней без процентов оформила карту мне ее привезли на следующий день на дом я ее активировала и заказал микрофон процента отдавать не буду так как у меня есть 100 дней чтобы вернуть все деньги без процентов так сказать рассрочка причем это настоящие 100 дней в общем отличное предложение если вам понадобится на время деньги в эти сложные времена ссылку оставлю в закрепленном комментарии княгиня ольга конечно самая известная своими государственными делами женщина древней руси но мы расскажем о других менее известных все помнят историю изнасилованной владимиром рогнеды но мало кто знает что государственными делами известна другая жена владимира византийская принцесса анна славившаяся своей красотой известно что она сама принимала посольство и оказала огромное влияние на рост того периода как считает ведущий научный сотрудник центра истории русского феодализма российской академии наук людмила морозова это по ее инициативе столицы русской земли которая еще при владимире была в новгороде переехала в небольшой тогда захолустный киев византийской принцессе пришлось не по нраву зависимое положение князей в новгороде исторические документы вообще убедительно доказывают княгиня ольга вовсе не было исключением занятие княгинь законодательством и устроительством наравне с мужьями было нормой древней руси один из самых известных примеров такого участия жена новгородского князя всеволода которая как гласит документ принимала активное участие в составлении устава о церковных судах это 13 14 век дочка рогнеда и владимира предслава была активной участницей борьбы за воцарение на киевском престоле ее родного брата ярослава мудрого правда последующая судьба предслава оказалась печальной она и ее придворная дружина попали в пленг врагам брата в тысяча восемнадцатом когда ярослав потерпел поражение в битве с болеславом и святополком и поляки вошли в киев польский король были слав сватавшийся к ней до этого и получивший отказ сделал ее наложницей причем есть свидетельство что были слав предлагал ярославу обменять сестру но тот не согласился интересно что археологи нашли несколько княжеских женских печатей которыми удостоверяли самые важные официальные документы и это было необычайное открытие которое переворачивало представление о значении русских книги ведь это значило что они регулярно выполняли административные функции в своей земле а в полоцком княжестве в двенадцатом веке вообще на взгляд нашего знаменитого историка и археолога валентина лаврентьевича янина возник полоцкий матриархат 20 лет этим княжеством правили одни княгини пока мужчин членов правящей династии отправили в ссылку в византию одной из самых ярких правительниц полоцка была княжна предслава которая к тому моменту уже ушла в монастырь где цитирую нача книгу писать и своими руками скриптории при тамошней библиотеке впрочем это не помешало ей полноправно править княжеством в историю она вошла под монашеским именем ефросиньи полоцкой как невероятно деятельная женщина великолепно образованная и властная правительница ученые уверенно заявляют что уровень образованности русских женщин был очень высоким для средневековья знатных девочек княжон учили так же как и княжичей они изучали не только грамоту но и философию математику врачебные хитрости календарную астрономию риторию и даже цитирую глаголини и немними языками ну то есть иностранные языки княжна ефросинья суздальская жившая в 13 веке как сообщает летописец познала все книги вергилия сведущая была в книгах из кулапа и голена аристотеля гомера и платона обучение начиналось с раннего возраста у многих образованных женщин на руси 11 13 веков были свои богатейшие библиотеки берестяные грамоты древнего новгорода вообще во многом перевернули представление положения женщины в древнерусском обществе они подтверждают что грамотность была повсеместно распространена и среди незнатных женщин которые посылали мужьям письменные наказы приказы и сами вели финансовые дела в этом мы точно были впереди всей европы княжна анна всеволодовна вошедшая в историю как янка открыл на руси первую в европе школу для девочек в которой цитирую собравший девиц обучал их писанию так и шеремеслам пению и швению вслед за ней многие княгини стали открывать свои школы при монастырях так например та самая ефросинья полоцкая открыла школу в которой обучала грамоте молодых девиц в том числе своих сестер городиславу и звениславу дочери ярослава мудрого ярославны выделялись своим образованием на фоне европейских монархов своих мужей собственноручная подпись королевы франции анны ярославны стоит на многих документах рядом с крестиком неграмотного короля а вот внучки ярослава всеволодовны хоть и были не менее образованы и талантливы незаслуженно забыты анна всеволодовна о которой мы уже говорили ушла в монастырь и открыл там первую школу для девочек в европе а вот ее сестре другой внучки ярослава мудрого выпала более тяжелая судьба в каком-то смысле ее можно назвать основательницей движения мету наша евпраксия всеволодовна императрица священной римской империи оказалась главной героиней самой скандальной истории средневековой европы в 12 лет ее сосватали за марк графа генриха штаденской длинного через год в 1083 году евпраксия с огромным приданным пышным посольством и верблюдами нагруженными роскошными одеждами драгоценностями и вообще несметным богатством прибыла в саксонию поженились они спустя три года но вскоре тот умер а к евпраксии получивший на новой родине имя адельгейда посватался сам германский император генрих четвертый вскоре она стала императрицей возможно девушка была действительно очень хороша собой а возможно все дело в том что император хотел заручиться поддержкой и русских родственников и саксонских правителей родни ее первого мужа вот только дальнейшая ее судьба напоминает не сказку о золушке а скорее фильмы о маньяках второе замужество превратилось настоящую пытку сообщается что генрих очень ревновал свою жену и плохо с ней обращался вот как вся эта история описана в штаденских анналах конрад сын генрих от первого брака восстал против своего отца по следующей причине король генрих возненавидел королеву адельгейду свою жену да так что ненависть была еще сильнее чем страсть с которой он ее прежде любил он подверг ее заключению и с его позволения многие совершали над ней насилие существует версия что происходило это потому что генрих входил в секту николаитов практиковавших оргий но наша княжна спустя несколько лет смогла убежать от изверга супруга к его врагам и рассказала о том как тот ее мучил ну а дальше и вправо акси адельгейда совершила и вовсе немыслимое она подала римскому папе буллу с жалобой на мужа подвергавшего ее унижением и жестокостям по нормам средневековой морали такой поступок евпраксии требовал немалого мужества и был равносилен гражданскому самоубийству ведь ей пришлось публично рассказать все подробности того что с ней делал муж на соборе перед 30 тысячами собравшихся генрих 4 был судим папским судом отрешен от престола и умер в бесславии отомстив мужу евпраксия покинула германию и добралась до киева где постриглась в монахине монастыре своей сестры янки таким образом на несколько сотен лет она опередила голливудских актрис заявивших суде о насилии который над ними совершал голливудский продюсер харви вайнштейн кстати академик рыбаков считал что это она в русских былинах фигурирует как легкомысленная и влюбчивая праксы королевич на флиртующая с тугарканом внучки владимира мономаха оставили не менее яркий след в истории средневековья чем дочери ярослава мудрого хоть и менее известны а между тем одна из них добродея или евпраксия в 12 веке написала первый в русской истории медицинский трактат взрослея при дворе мономаха добродея с детства проявляла любознательность к наукам медицине и лечению травами родители поощряли ее образование детям были даны лучшие греческие русские учителя в 1119 ее выдали замуж введена мстиславна в греки за царь коротко упомянута в летописи ее муж алексей комнин был соправителем отца он мечтал о наследнике и при коронации по русскую княжну назвали зои что значит жизнь у наследника родить у нее никак не получалось зато в византии она сблизилась с другой интеллектуалкой того времени принцессой анной комниной великим историком византии и собирателем императорской библиотеки здесь русская княжна с головой окунулась в науку в распоряжении внучки мономаха был предоставлен весь опыт римской империи все источники древнего мира и передовые римские и арабские знания которые были доступны императором в том числе работа отца медицины гиппократа и передовые изыскания ибн сины известного в европе как авиценна русская женщина читала то что европа прочтет только 200 лет спустя все это позволило ей в 1160 году написать первый русский научный трактат который она назвала алима то есть мази вы только представьте передовой для европейской цивилизации сборник по медицине был создан русской женщиной в то время когда некоторые европейские короли даже писать не умели знания обобщенной изложенной внучкой мономаха в трактате были настолько на вы что даже просвещенные византийцы посчитали их колдовство как написал придворный хронист врачи отказались от ее излечения по причине ее мани к колдовству и знахарству сегодня этот трактат хранится в библиотеке медичи во флоренции никаких чародейных рецептов он не содержит трактат состоит из пяти частей в которых рассматриваются общие вопросы гигиены содержится краткие сведения по микропедиатрии дерматологии и внутренним болезням увы европа дорастет до него лишь спустя несколько столетий а вот сложилась судьба первого русского ученого и молодой императрицы византии печально ее муж алексей комнин умер и на престол зашел его брат которому она уже не была нужна добродея зоя была сослана из дворца фамильное имение мужа в византийской глубинке и ее дальнейшая судьба увы неизвестна сестры добродеи в праксе были столь же образованными и незаурядными личностями они знали языки принимали активнейшее участие в политической культурной жизни европы мальфред мастиславну выдали замуж за норвежского короля инге борг мастиславну за сына датского принца история датских королей и хроника гельмальда восхваляют княжну инге борг подчеркивая что она всегда была в курсе политических дел и являлась советницей мужа еще одна сестра добродея зои ефросиния мстиславна была королевой венгрии супругой геза второго а после его смерти стала править королевством в качестве регенши она так поразила французского короля людовика седьмого что тот стал крестным отцом ее первенца венгерские историки до сих пор очень высоко оценивают ее государственную деятельность она что-то вроде княгини ольги для венгрии это конечно далеко не все яркие и необычные женщины древней руси если вам интересна эта тема ставьте лайк и мы обязательно продолжим рассказ о них если вы тоже думаете что история это интересно подписывайтесь не забудьте нажать на звоночек уведомлений я буду рада видеть вас в нашей группе вконтакте эти и другие интересные истории теперь ищите на сайте история дефис интересно . рф и